В эфире итоговый выпуск программы Бугинформы. Я Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного, нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главном. И с граблями лопатами, и с оптимизмом и энтузиазмом. На Брещене прошел республиканский субботник. Участие в нем приняли порядка 430 тысяч жителей области. В целом регион заработал около 977 тысяч рублей. Собранные средства будут направлены на благоустройство городов и малых населенных пунктов, ремонт и реконструкцию мемориальных комплексов, подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону. Главная площадь города над Бугом готовится к смене зеленого наряда. В Брестском горосполкоме представили проект реновации одного из самых знаковых мест пограничного Бреста. За три месяца текущего года 25 маленьких жителей областного центра отравились бытовой химией и медикаментами. Ирина Альшова о том, к чему приводит родительская халатность. А сейчас обо всех новостях подробнее. Сегодня Брест присоединился к проведению общереспубликанского субботника. Всего в регионе в трудовую акцию включились около 430 тысяч участников. Это представители вертикали власти, депутатского корпуса, молодежь, специалисты предприятий и организаций различных форм собственности. В Бресте работы проводились на 16 объектах, большая часть из которых – социальные. Наши корреспонденты побывали на наиболее знаковых строительных площадках и пообщались с участниками акции. Ровно в 9.00 одновременно на всех задействованных для уборки территориях инициативные группы включились в работу. У здания новой станции скорой медицинской помощи в Заречном микрорайоне активно велось благоустройство прилегающей территории и ее оформление. Участие в трудовой акции здесь принял губернатор региона Анатолий Лис, а также мэр города Александр Рогачук. Строится новое медицинское учреждение в рамках подготовки Бреста к тысячелетию. Работая здесь, участники акции вносят свой вклад в развитие областного центра. Естественно, участвуем в таких знаковых для области, для города, объектах строительства, скорой помощи. У нас детские сады строятся в этом году, школы везде, граждане. И, естественно, по месту жительства, по месту работы они активно принимают участие. Новый детский сад в микрорайоне Заречный станет еще одним подарком городу к празднованию миллениума. Сегодня идет внутренняя отделка помещений, а также облагораживание прилегающей территории. Помощь в этом деле коммунальникам оказывала инициативная группа городского исполнительного комитета вместе с сотрудниками комитета государственного контроля. Конечно, очень хорошо, что погода нам позволяет поработать. И самое главное, сделать красивую инфраструктуру, чтобы нашим детишкам города Бреста было здесь приятно находиться. И сделать наш город Брест именно в этот день, чтобы он еще был более привлекательный, уютный, красивый, комфортный. И самое главное, чтобы в дальнейшем поддерживать вот эту чистоту, которую мы не только наводим, только именно сегодняшний день. Мы проводим данные такие месячники благоустройства, месячники такие по наведению порядка в течение всего периода, в течение всего года. Ежегодно субботники собирают огромное количество неравнодушных людей, которые хотят не только словом, но и делом помочь своему городу и своей стране. Трудовые акции сплачивают людей в рамках одного большого нужного дела. А начинаются они с себя, с облагораживания территории вокруг своего дома, района, своего учреждения. Конечно же, все это способствует исплочению коллектива, потому что только в общем труде, совместными усилиями развивается такое желание трудиться еще дальше на благо нашей страны. И кроме того, по результатам субботника студенты будут видеть, что для того, чтобы чего-то достичь, конечно, надо трудиться. Сохранение историко-культурного наследия города – еще один важный аспект работы в рамках субботников. На протяжении пяти лет городской совет депутатов в эти апрельские дни благоустраивает Тришинское кладбище. Сегодня Некрополь является настоящим историческим достоянием города. Здесь покоятся известные деятели разных лет, которые строили и развивали областной центр в разные годы. Отрадно, что эстафета перешла и к депутатам 28-го созыва. Убираем опавшую листву, убираем могилки, надгробья, вырубаем ветки, выносим мусор. Во время работы информационно-пропагандистских групп всегда об этом говорю и прошу. Донесите до всех людей, что они должны быть хозяевами в своем доме, в своем подъезде, в своем дворе, ну, конечно, и в целом в своем городе. Тогда будет порядок, тогда будет чистота. В субботнике провели представители профессии в погонах. Специалисты областного управления МЧС трудились на реконструкции здания ведомства. Сегодня здесь проходит капитальный ремонт. Личный состав работает во всех подразделениях. Городские ребята работают тоже на своих подразделениях везде. Но поскольку мы готовимся к решению города Бреста и сегодня ведется активным образом модернизация здания пожарной части номер 2, где находится здание управления, то весь личный состав сегодня работает здесь. А объем работы довольно большой, поскольку мы и снимаем отделочные материалы, и снимаем бетонный пол в гараже, будет там новый заливаться по всем. Ведутся накладочные работы, кирпичи укладываются, мусор вывозится, то есть все предели. Бок о бок по всему городу трудились брещания. Представители вертикали власти, различных общественных организаций и объединений, сотрудники дипломатических миссий, молодежь. За высокоидейными целями стоят и конкретно экономические интересы. По итогам работы удалось заработать порядка 977 тысяч белорусских рублей. Есть постановление Совета Министров, где прописано 50% будет направлено в город Минск на оснащение тоже городской скорой помощи, это к вторым олимпийским европейским играм, значит она строится и оснащается. Но остальные будут направлены 50% у нас в области, это вот на благоустройство, как я говорил, памятников, значит, у меня захоронений, на благоустройство кое-где, ну и основная часть этих средств, она будет направлена на, значит, ремонт и благоустройство детских оздоровительных лагерей. Анастасия Назрим, Плотницкий, Адвард Букунович, Антон Луговкин, специально для итоговой программы. Сделать свой город чище и уютнее. Такую задачу поставили себе сегодня жители Бреста. Чиновники и горожане, молодежь и представители элегантного возраста трудились бок о бок, приводя в порядок парки и строящиеся объекты, акватории рек, крепости и даже граффитисты включились в работу по благоустройству. Материал Ирины Ольшовой продолжит тему субботника. Сегодня республиканский субботник объединил рядовых сотрудников и руководство Брестского областного объединения профсоюзов. Одна часть профсоюзной дружины готовила к открытию нового сезона базу отдыха «Белое озеро» в Брестском районе, а дружная команда руководителей отраслевых обкомов трудилась на территории, где расположена братская могила лагеря госпиталя «Ревир» на Ковельском шоссе. Раз в год сделать что-то на общее благо, не просто что-то, а сделать полезное, сделать так, чтобы потом радовался глаз, чтобы потом вспоминали, может быть даже не один год, чтобы потом можно было рассказать внукам, что детям, внукам, правнукам, что вот мы здесь делали и всегда делаем, и после нас это делают. Поэтому я думаю, что это у нас генетически заложено, и однозначно, как еще жить, если не делать общее дело и всем вместе. Памятник, где похоронены 15 тысяч замученных в лагере «Ревир» бойцов Красной Армии и территория вокруг него в зоне ответственности областных профсоюзов. Несколько лет назад объединение установило здесь новый обелиск и провело реконструкцию воинского захоронения. Это очень важно и с точки зрения патриотизма, и самоуважения, что ты причастен к тому, что вот есть такие памятники, и ты каким-то образом, хоть маленьким своим делом, тоже вносишь какую-то лепту, то, чтобы поддерживать их в таком состоянии и чтить память. 9 мая мы всегда традиционно сюда возлагаем венки, и когда приходишь и здесь чисто, и убрано, ты знаешь, что твоя маленькая частичка в этом есть, что памятник в таком состоянии. Это тоже греет душу. Благоустройство – это не только наведение порядка на земле. По инициативе администрации Ленинского района и районной организации БРСМ прошел конкурс граффити «Брест. Город пограничный». Из 12 заявок жюри выбрало эскизы Ильи Никитюка. Два месяца ушло у Ильи Никитюка на создание настенных картин, которые украсили тыльную сторону гаражей, выходящих на улицу героев обороны Брестской крепости. Молодому художнику помогал его коллега Виталий Пашкевич. И вот последние штрихи. Я работаю в такой технике. В основном это называется сейчас направление стрит-арт. Роспись баллонами на любой поверхности. То есть это можно нанести на любую поверхность, на гаражи, какие-то стены. Ну, нестандартные, то есть даже без штукатурки. Стрит-арт в Иене в художественном творчестве молодое. Но именно такое граффити способно привнести в унылую уличную повседневность яркие краски и хорошее настроение. Впереди юбилей города, который теперь чувствуется даже на его окраинах. Я готов к любым инициативам нашего города. Если будут какие-то стены свободные, я готов их расписать масштабно. Даже можно, то есть фасады здания, это будет вообще здорово. Тем более к тысячелетию города. Ну, это будет вообще очень шикарно. И городу придастся определенный шик, ну, определенный стиль. То есть он будет более интересным для туристов, для самих жителей. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Продолжаем говорить о субботнике. Порядок сегодня наводили буквально по всему городу над БУКом. В трудовом десанте тысячи жителей областного центра Брещины. Представители организаций, предприятий, ведомств, общественных объединений, депутатского корпуса и просто неравнодушные люди. Те, кто понимает, от усилий каждого зависит конечный результат. Тему продолжит наш корреспондент Анастасия Остробко. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства за порядком в городе над БУКом следят буквально в режиме 24 на 7. В первых рядах представитель ЖКХ и на субботниках. Руководство городского хозяйства продолжило многолетнюю традицию. В рамках инициативы по благоустройству они приводят в надлежащий вид обочины дороги, ведущий в зону отдыха Красный двор. Занимаемся вырубкой сорно-растительности, формируем кроны деревьев, чистим придорожную полосу. Сегодня конкретно работает 30 человек у нас. Здесь это именно аппарат управления. На каждом объекте, на котором, я думаю, вы еще посетите, работают все предприятия, все аппараты управления, все люди сегодня на рабочих местах. Наводим порядок во всем городе Брест. С утра включились в работу и представители администрации районов Бреста. Ленинцы убирали мусор по жухлую листву и сухостой на Лысой горе, микрорайон Дубровка. Многие жители прилегающих домов используют эту территорию для отдыха и, к сожалению, не всегда оставляют после себя порядок. Брестские москвичи трудились на набережной от улицы Краснознаменной до центра юных моряков. По словам участников, такие мероприятия, помимо практической пользы, еще и лакмусовая бумажка для определения уровня культуры и воспитанности горожан. Сегодня, в принципе, это такой апогей всей этой акции, благоустройства. У нас по району достаточно много точек, но скажу так, что и жилищные кооперативы, и гаражные массивы задействованы, люди там работают. Что касается, допустим, сегодняшнего дня, то скажу, что часть работников администрации работает вот здесь, в этой Дубраве, на Дубровке возле леса. Мы здесь, в общем-то, довольно часто убираем, потому что, скажу так, территория стала немножко лучше, но еще достаточно много мест, где нужно просто-набросто убирать мусор, чтобы и окраины нашего района, нашего города выглядели чистыми. В целом, по московскому району примет участие в Субботнике порядка 5000 человек. Кто-то работает на рабочих местах, кто-то на прилегающих предприятиям территории, кто-то на закрепленных за предприятиями и организациями территории. Мы, как администрация московского района, решили улучшить немножко экологическую обстановку на пойме реки Муховец, поэтому занимаемся здесь сбором сухих веток, сбором мусора, ну, и, так говорится, того, что осталось после зимы. Не остается в стороне от инициативы и депутатский корпус. К примеру, Леонид Брич, депутат Палаты представителей, свой вклад в общее дело решил внести на территорию избирательного округа. В парламентарии наводил порядок около источника на улице Ключевой. Инициатива благоустройства родника явилась даже не два года тому назад. Она давно родилась. Родилась по инициативе здесь проживающих в первую очередь людей. Конечно, мы эту идею, эту мысль подхватили. Мы, это берестейский пекарь, еще будучи директором, и взяли как бы шефство. И, конечно, когда уже сейчас, будучи депутатом, и зная, что эту работу нужно и дальше продолжать, конечно, я сегодня счел необходимым именно прийти на субботник, как бы, малую родину, хотя там уж не совсем малая родина, но сегодня моя малая родина там, где мои избиратели. Поэтому я проявил инициативу вместе с берестейским пекарем, с Белой Русью, для того, чтобы привести в соответствие то, что еще не успели инициативные люди, которые здесь проживают, это сделать. На этой площадке, как, впрочем, и на многих других в городе, в рядах активных участников общественное объединение «Белая Русь». Каждая хозяйка своего дома всегда наводит порядок, особенно после зимы, когда все уже все застоялось. И, конечно, замечательно, что в городе проводится такое хорошее мероприятие. Конечно же, и в первых рядах, и активисты Белой Руси. Масштабные работы развернулись и в крепости. Рядом с патриотическим центром молодежь, военные, а также работники исполнительных комитетов готовили площадку для проведения военно-тактических игр. Работа проделана немалая. Ну, так хочу сказать, что здесь у нас эта территория не использовалась. Буквально 15 лет она здесь не использовалась. И приятно, что мы вот таким нашим трудом воплощаем проект по насыщению именно вот этой территории новым содержанием. Я думаю, что здесь будет интересное место для изучения военной истории, для приобщения к нашей общей истории, к Брестской крепости. Очень почетно здесь трудиться. И с большим энтузиазмом все, в принципе, пришли сегодня в субботник и проявлять себя в труде вот здесь, на этом объекте. Анастасия Стропко, Андрей Ищерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Главная площадь города над Бугом готовится к смене зеленого наряда. В Брестском горосполкоме представили проект реновации одного из самых знаковых мест пограничного Бреста. На презентацию пригласили представители управления архитектурой и градостроительства Брестского горосполкома, жилищно-коммунального хозяйства и жители города, неравнодушных к переменам, происходящим в Бресте. На обсуждении проекта побывала и наша съемочная группа. Цель встречи – продемонстрировать горожанам проект реновации главной городской площади Бреста. В период активной подготовительной работы к празднованию тысячелетия города над Бугом зеленое сердце Бреста требует основательной перезагрузки. Нынешние хвойные убранства, голубые ели, нуждаются в замене на новые, молодые и более устойчивые к современному климату и городским условиям. Если ели болеют, болезни переходят от одного дерева к другому. И если мы оставим старые ели, болезни могут перейти на новые. Плюс, если новые ели будут расти в затенении старых, они потеряют форму кроны, они будут расти хуже, они будут расти на одну сторону. То есть, технически лучше все-таки убрать целиком, сделать полную замену. Строительство и благоустройство площади Ленина было завершено в 60-е годы. Сейчас нынешним елям порядка 70 лет. Для деревьев, растущих в городе, это приговор. Поэтому, согласно плану реконструкции зеленой зоны, разработанного по поручению главы города Александра Рогачука, на площади будут высажены 22 голубые ели сорта Хупсия. В первые два года максимальный прирост молодых деревьев составит порядка 20 сантиметров. Это связано с периодом адаптации елочек в новых условиях. Данный сорт свойственен ему, что он выдерживает засуху. То есть, он любит солнце. Если ели не любят очень солнце, то этот сорт Хупсия, он более засухоустойчив и солнцеустойчив. Тем более, что его хвойное одеяние, как вы говорите, на солнце более сохраняет сизый цвет, чем в тени. При разработке плана реноваций сохранена главная идея. Гордость площади голубые ели останутся на месте. Поменяется лишь их облик. Дополнительно вокруг фонтана появятся живые бордюры из самшита, добавится несколько можжевельников, туй и горных сосен, а также клумбы. Все работы по демонтажу старых елей и посадке новых займут около трех недель. Общая стоимость проекта составляет порядка 55 тысяч рублей. Основные особенности это будет в первые в городе, которые будут применяться при посадке елей. Это подземный капельный полив. Чтобы нормально и согласно норме СТБ сделать подземный капельный полив, надо полностью убрать старую корневую систему, полностью заменить грунт, сделать дренаж, песок, кислую почву, затем сделать капельный полив в земле и садить елки. Сначала садим елки, а потом делаем капельный полив вокруг. Это первые в городе, но будем надеяться, что все хорошо. Надо отметить, что основная масса жильцов, чьи дома расположены на площади Ленина, поддержала идею смены зеленого убранства. Обеспокоенность вызвали лишь проблемы, связанные с вопросами подведения системы полива за счет центрального водопровода и фасады домов, которые после сноса елей необходимо обновлять. Конечно, я понимаю, вот эти ели, которые здесь, когда перенесли, большие, сразу они закрыли, встал красиво. Я тоже ожидала, что, я пришла специально на программу эту, на встречу, ожидала, что ели будут достаточно высокие. Но может быть очень правильно, что для будущих поколений, пока они поднимутся, подрастут, и мы будем смотреть за ними, как они растут, взрослеют и так далее. Но то, что их менять нужно, это однозначно. Реновация площади Ленина в Бресте начнется совсем скоро. До конца мая все работы должны быть завершены, чтобы в следующем году, когда Брест отметит знаковый юбилей, обновленный вид центральной площади гармонично вписался в современный облик исторической части города над Бугом. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Атон Луговкин. Специально для итогового выпуска БугТВ. Детская любознательность не знает границ. Малыши познают мир со скоростью, за которой не всегда успевают взрослые. В ход идет все – лекарственные и моющие средства, шнуры от бытовой техники и открытые окна. С резким приходом весны к опасным объектам добавились водоемы. Чтобы обезопасить ребящие исследования, родителям стоит быть на чеку и не оставлять маленьких детей без присмотра ни дома, ни на улице. За три месяца текущего года 25 маленьких жителей областного центра отравились бытовой химией и медикаментами. К счастью, без тяжелых последствий. Наш корреспондент Ирина Альшова расскажет, к чему приводит родительская халатность по отношению к детям. Главная причина – родительский недосмотр. 60% от общего числа несчастных случаев с детьми приходится на долю бытовых травм, когда малыш пробует на вкус содержимое ярких упаковок и знакомится с миром с помощью бытовой техники. По информации старшего помощника прокурора Бреста Татьяны Литвинчук, за три месяца текущего года 25 маленьких жителей Бреста обратились за помощью в медицинские учреждения города. Участились случаи приема детьми бытовых химических средств. В таких ситуациях печальные последствия могут быть как для взрослых, так и для детей. Уголовным законом предусмотрена ответственность за причинение менее тяжкого телесного повреждения, тяжкого телесного повреждения и смерти по неосторожности. Сегодня в реанимационном отделении Брестской детской областной больницы маленьких пациентов с отравлениями нет. Однако медики предупреждают, родителям надо быть внимательнее к детям. Малышу достаточно небольшой дозы лекарственного препарата, предназначенного для взрослого или химического вещества, чтобы получить тяжелое отравление. В детское меню попадают таблетки от давления, сердечные капли, жидкости для стирки ковров и чистки металла. Дети любят познавать мир. Они в связи с активизацией нынешней жизни познают это без родителей, без присмотра. Это является главной причиной. В этом сезоне тоже, как всегда, были тяжелые случаи, связанные с утоплением и с отравлением препаратами бытовой химии. Слава Богу, они закончились удачно. Главное, в случае отравления напоминают медики вовремя оказать помощь маленькому пациенту. Поэтому его госпитализируют, чтобы сразу оценить тяжесть последствия. Что делать, если ребенок продегустировал химию? Не паниковать. Город Брест небольшой, компактный. И за минут 15-20 мы можем оказаться с любого точки города в больнице. То есть собираться, ехать в больницу и ввести тот препарат, которым, предположительно, ребенок отравился. Наверное, вот. Самим каких-то действий по очищению, назовем так это, организма, лучше, наверное, не оказывать. А родителям, бабушкам и дедушкам, на попечении которых часто остается малыш, сотрудники прокуратуры советуют не терять бдительность, чтобы не получить печальные последствия собственной беспечности. В случае травмирования ребенка, если все же будет установлена вина взрослого, который в этот момент наблюдал за ребенком, мог предвидеть наступление негативных последствий, но не предпринял для их предотвращения никаких мер, то, конечно же, есть возможность привлечения таких взрослых к уголовной ответственности. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БОК-ТВ. Внимание живописцев, историков искусства, теологов. В эти дни прикована к выставке, которая открылась в музее «Спасенные художественные ценности». В экспозицию вошли работы художников, участников девятых международных мастер-классов иконописи в польском местечке Новицы. Тема Бога и Божественного стала своеобразным символом единения народов, их видения вечного и высокого. Анастасия Ноздрим-Плотницкая побывала на открытии выставки. Открытие вернисажа «Обоженное тело» вызвало неподдельный интерес как у представителей творческой интеллигенции, так и у тех, кто только начинает открывать для себя мир художественных образов и взглядов. Выставка стала еще одним подтверждением того, что сакральное искусство сегодня не уходит на второстепенные позиции, а продолжает развиваться как самостоятельное направление. Это не канонический взгляд на икону. Это мастера принимают, приобретают разные художественные техники. Это разные интерпретации этой темы. Вернисаж «Обоженное тело» – это несколько десятков работ художников из Беларуси, Польши, Украины, Румынии, созданные в рамках международного мастер-класса. Творя на протяжении нескольких дней в живописном польском уголке, авторы открывают для себя новые грани искусства. Вкладывая в тему божества свои философские взгляды. Именно эта неповторимость и уникальность видения мирского и святого художниками стала своеобразным толчком для организаторов Вернисажа, представителей Польского института в Минске, для того, чтобы показать выставку в Бресте, где эту идею поддержали в Генеральном консульстве Республики Польша и Областном краеведческом музее. Мне кажется, она может сцепить видением художников, потому что, когда они готовятся посмотреть иконы, скажем, на тему притч или апокалипсиса, они увидят совершенно то, что у них в голове не ассоциируется ни с иконами, ни с притчами, просто видение современный рассказ классических сюжетов. Нестандартность подхода и разнообразие представленных техник отметили брестские художники. И главный тезис – здесь есть над чем подумать и задуматься. Иконы в классическом понимании здесь, по моему мнению, полностью отсутствуют. Своеобразное видение каких-то сюжетов святых, духовных, очень нетипичных для классической иконы, но очень интересных. Каждый мастер по-своему оригинален, каждый мастер по-своему понимает смысл духовности бытия. В Бресте вернисаж пробудет до 13 мая. Это значит, что у жителей и гостей областного центра еще есть время, чтобы приобщиться к многогранному миру искусства и философии. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании book.tv.by, а также на нашем канале в YouTube. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Виктория Сащенко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 22 апреля Беларусь окажется под влиянием прохладной, неустойчивой воздушной массы, поступающей с северо-запада Европы. День воскресенья в Бресте будет солнечным и без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью плюс 6-8, максимальная днем 17 градусов. 23 апреля территория нашей страны в основном будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладной воздушной массе. Начало рабочей недели в Бресте будет отмечено переменной облачностью, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый переменных направлений, северо-западный сменится в течение дня на восточный. В ночные часы будет прохладно, не более плюс 8 градусов, до 18 прогреется воздух в течение дня. Редактор субтитров А.Семкин